Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. Сегодня я буду рассказывать о том, Как приготовить пищевые средства, Которые будут укреплять наше сердечко. Очень много людей сейчас страдают Сердечно-сосудистыми заболеваниями. 5 июня, день Леонтия, Назван в честь обретения мощей Святителя Леонтия, бископа Ростовского. Он был уроженцем города Киева, Хорошо знал греческий язык, Обучался в Печорском монастыре Под руководством преподобного Антония. В дальнейшем был возведен еще при жизни Великого князя Ярослава На ростовскую кафедру. Успешно занимался просветительской работой Среди язычников. Святые мощи святителя Леонтия Были открыты нетленными в 1164 году. Народи Леонтия называли коноплянником, Поскольку это один из самых удачных дней для посева конопли, Которая у наших предков была очень почитаемая. Ведь из нее изготавливали одежду, масло, обувь, ткани, нитки, веревки и даже лекарства. Семена конопли для посева нужно было сложить в пасхальное яйцо. А при посеве по полю следовало разбрасывать скорлупу и приговаривать. Коноплю сей и на рябину гляди. Коли цвет в круги, то конопли долги. Приметы. Огурцы, выслеженные сегодня, лучше всего подходят для засола. Зацвела рябина будет богатый урожай конопли. И вдогонку, вот Сергей Матвенко тоже голодает. Итак, девятые сутки голодаю. Сегодня давил осильно грудь, выпил столовую ложку керосина на голоде. После этого из кишок выскочили три каких-то шарика. Давит грудь, поставил на грудь банки. Силиконовые банки вытягивают волдыри с желтой жидкостью внутри. Что это? Ну, после этого грудь стала давить ментя. Жена прокалывает их и заливает антисептиком. Стеклянные банки такого не вытягивают. Температура начала расти 37,2, стала 37,3. Далее пишет. А если после приема содового раствора через рот кишки очищаются, то есть сода проходит от желудка до кишечника, выходит захватывает за собой содержимое. Стоит ли тогда делать клизмы? Почти закончились девятые сутки голода. Вот у Сергея Матвиенко из-за такого подхода могут быть серьезные осложнения. И это связано с тем, что вообще не понимаете, что такое голод, как он действует, какие механизмы разворачиваются, и как этому помогать. А здесь все делается так, чтобы этому, не хочу сказать препятствует. Человек думает, что вот тут можно чем-то помочь. И реакции на голоди от употребления керосина, от употребления соды и прочих вещей могут быть настолько неожиданные, что потом трудно будет с этим разобраться, как из всего этого выйти. Если вы доверились голоду, значит доверились. Голод, чем туда не дальше, что он делает? Вот представьте себе, у вас организм, в организме имеется лимфа, то есть межклеточная жидкость, в которой как раз вот содержатся различные вещества, отработанные, не отработанные, если вы принимали лекарства, то там огромное количество лекарств и так далее, и тому подобное. И организм на голоде это все должен нормализовать. И вот эта вся масса начинает потихонечку сдвигаться, идти к органам выделения, все это начинает нормализоваться. Это все идет постепенно. Помимо этого совершается ряд совершенно иных еще действий, разворачиваются иные механизмы, чтобы все это нормализовать. То есть переход на внутреннее питание, это ж надо перестроиться, запускание процессов очищения, запускание питания больше через каналы полевой формы жизни. Полевая форма жизни строит зародыш. Вот когда произошло зачатие, как строится будущий человек зародыш? Да именно полевая форма разворачивает вот эти все механизмы, которые начинают выстраивать тело. Так вот, вот когда вы начинаете голодать, и полевая форма жизни, именно, она запускается, чтобы по мере энергетики, которая у вас имеется, плюс того, что она еще может взять, нормализуется тело ваше, тело, функции и так далее, так далее. А вы тут только, опа, керосином, а потом, опа, содой. Это все, как бы сказать, это ж не просто ввод какого-то вещества, это ввод информации. Это дополнительно какая-то нагрузка на все эти механизмы, которые разворачиваются, а тут только, ох ты, вот она еще. Вот это все, вот эти вот жидкости, которые откуда-то выделяются, там, легкие, кожа и так далее, и так далее. Вот это все должно выйти с вас. Поэтому вам надо помогать. Ну, а чтобы там, без этих банок, тут просто более активное движение. Тут, будем говорить, голод идет не, как бы сказать, можно, знаете, голодать повышенно, как бы сказать, количество дней, а именно, что я имею под этим. То есть, можно мягко себя расшлаковывать. Недельку поголодали, то есть, вы часть сбросили из себя, организм там. Недельку поголодали, еще часть сбросили, ну, через какое-то время, грубо говоря. Потом уже можно две недельки. То есть, организм, как бы сказать, дозировано выбрасывает из себя и органы выделения, и жизненные силы, они, как бы сказать, могут выбросить из себя то, что у вас накопилось за три дня, за семь дней голода. Но если вы без вот этого всего пытаетесь сделать 18 дней, то с вас вот эта вся масса настолько сильно сдвигается, что органы выделения не успевают все это выводить. Тогда организм начинает поднимать температуру, чтобы хоть как-то это сделать. И человек просто-напросто может сгореть. Он не может перенести голод, потому что слишком много всего выделяется. За 37 лет куча там лекарств, куча там всего-всего накопилось в организме. И эта куча не может пролезть через органы выделения. Поэтому начинается вот это вот в легких отдышка, потому что легкие включаются в выделении активно, они к этому не приспособлены. Вот эта вот жидкость, вот эти все токсины и так далее, и тому подобное. Поэтому не зная броду, ну не лезьте в воду. Я как начал голодать 40 суток, что я сразу голодал, сколько там я, 18 лет затратил на то, у меня были свои собственные ошибки и так далее, и так далее. Прежде чем я понял, как это должно осуществляться, но хотя бы я начал постепенно. И то, я говорю, там куча всех этих ошибок была. Прежде чем это научиться делать, я думаю, что я все сказал, что кого-то может ожидать во время голодания, которое длится больше недели. И особенно если организм человека еще как-то ослаблен предыдущим лечением, либо же возрастом, либо еще чем-то. Не допускайте ошибок, все ведите правильно, все ведите не спеша, обдуманно, и тогда будут великолепные результаты. в противном случае не столько ну вот если такой голод, в котором употребляется керосин, думают употреблять вот это вот промывать желудочно-кишечный тракт с помощью соды и прочего, могут быть такие реакции со стороны организма, что даже как-то трудно сказать, к чему это может привести. и плюс выход. Выход. То есть одно дело, вот если вы ведете голод, вы понимаете, что может ли ваш организм с ним справиться, хватит ли у него сил. Потому что чем туда не дальше, тем разворачиваются более мощные механизмы, которые и выбрасывают из себя, и ведут одновременно восстановление, обновление, на все это требуется энергетика. И если в это что-то вмешивается со стороны, как мы думаем, что сейчас мы улучшим, на самом деле это приводит к совершенно иным последствиям. Запомните это и не запускайте ошибок, о которых я вам рассказывал. Постепенно, не спеша, и тогда вы получите все, что может вам дать голод. исцелить, обновить и омолодить ваш организм. что вы получите в